Вот он проскатил, резко, они полетели по моей машине. Как с*** было, полетел он все. Обычное воскресное утро на Барнаульской барахолке. Пять лет назад блошиный рынок переехал к рынку ВДНХ. Поначалу такое соседство никого не смущало. Только теперь на барахолке собираются полтысячи продавцов и столько же покупателей. При таком потоке на рынке ВДНХ участились кражи. Часто происходят драки. Сейчас стоят морозы и людей не так много. Но обычно, говорит директор рынка, вся эта территория завалена мусором. Она не огороженная. Мы ее немножко как могли сделали, присыпали, чистим. Это все ложится на наши плечи. Но я считаю это неправильно. Предлагали, чтобы они организовали здесь свою как бы, ну как пусть ИП, или как, ну совет барахолки. И который бы все это делал. Они отказываются категорически. Это всегда было с советских времен, когда общество существовало, платили вносы. Организовано все было. А вот сейчас это все на самотек пущено. Здесь же ежедневно мы собираемся. Только по воскресенье. На неделе же все работают. Продавцы сдают деньги на вывоз мусора. Но не все. То, что удается собрать, не покрывает все расходы. К примеру, только за воскресенье вывоз мусора обходится рынку в 12 тысяч рублей. 700 рублей на уборку туалета. Дополнительная охрана – 3 тысячи. Дополнительные услуги клининговой компании. Еще 3 тысячи. А собираем, мы можем собрать 6 тысяч, 5 тысяч. Бывает 12. Это когда барахолка очень большая и в теплые дни. А кто же давать мусор вывозит? А вы и так его должны в мусор вывозить. Ну где мусор? Я его не вижу. Где мусор? Покажите мне. Вы сейчас не кричите. Пойдемте с нами. Где уже вы уехали. Я вам покажу мусор. Вы его посмотрите. Да он здесь у вас годами. Это не мы мусорим. А вы можете завтра приехать в вечер и посмотреть территорию? И не надо врать. Так вы приедете территорию, посмотрите до барахолки, после барахолки. Мы здесь каждый раз бываем. Не надо врать. Вдоль рынка высадили деревья. В том году высадили 70 деревьев. Из них 30 затем сломали. Понимаете, они вот им мешают, они их ломают. А это вы сделали? Что такое не так? Ну вы зачем на дерево, которое высадили, сумку повесили? Она легкая, она маленькая. Ничего тут не будет. Я ничего не сломал. Справедливости ради, не все продавцы оставляют после себя мусор. И не все ходят в туалет мимо туалета. Конфликт разгорается из-за отдельных недобросовестных барахольщиков. Но разумно ли из-за них закрывать или переносить барахолку в другое место? Наверное, нет. Сотрудники рынка ВДНХ сегодня просят оказать им помощь в благоустройстве и вывозе мусора, чтобы барнаульский блошиный рынок уже наконец-то обрел правовую основу и работал централизованно. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.